Продолжение следует... Продолжение следует... С вами Константин и вы на канале Мережка ТВ. Я сейчас чем займусь? Я буду искать этот Азраэль. Потому что без него я не хочу к тем перцам идти. Ну, не хочу я к нему. Ну, что мне ходить... Вернее, к ним. Что мне к ним ходить, блядь, два раза? Вот это да! Твою мать! Спалились! Веселимся потихоньку. Вон, еще одна. Идет. Давайте, блядь, сейчас колеса им пробьем. Херово так долго. О, а что это они так ухуячили, блядь? Ничего себе! Вот это да! Ну, ладно. Хоть здесь повеселились немного, так развеялись. Ой, винтарь какой-то нашел. Так. Вы-то продолжение увидите сразу. А мне придется тут, наверное, побегать. Это вот что у нас такое? Поговорить с доктором. Ну, нахер мне с ним разговаривать, мне нечего ему сказать. Ну, по поводу Бехема я ему скажу. А так сейчас буду где-то искать. Где-то это можно найти вдали от поселений почти в любом регионе. Как эти поселения выглядят? Ну, вот это же поселение, да? А, это сборочный цех мы тут были. Поселение. Вот это поселение. Наверное, поселение. Ладно. Ну, что, девочки и мальчики. Искал, искал я этот Азраэль. Нифига не нашел. Он, видно, появится тогда, когда он не нужен. И поэтому было принято мною решение ехать к этому, лететь к доктору Стару. Ну, и просто доложить, да, рассказать ситуацию про Бехема. Или про Бехему. Сейчас мы полетим. А Азраэль уже будем искать, когда... Ну, вдруг он попадется, да? И тогда выполним задачу. Ну, вот и все. Ну, я другого решения не вижу, потому что я уже тут копаюсь очень долго. Просто затянется все тогда. Будем просто по ходу решать эту задачу. Я ее не буду снимать. Ух ты, какая пещера. А я не понял, не понял, что тут за херня? Ух ты, блядь. Бля, я завис. Нихера себе тут красота какая. Нас сейчас тут собьют. Бля, смотрите, какая красота. Фига себе. Бля, озеро на горе. Блядь, ракета, ракета. Падла, падла, падла. Ух, нифига себе, тут как классно. Бля, прикольно. Я хотел в эту пещеру пролететь. Ну, мы, наверное, не пролетим, потому что я уже один раз под мостом летал, и мы вертолет успешно разбили. Но все равно прикольно, да, придумано. Ну, нарисовано, да, прорисовано. Я не знаю, как правильно. Ладно, полетели. Ну, классно. Я вообще мало внимания уделяю. Там текстуры какие-то. Ну, чтобы было красиво, и слава богу. А тут прям нифига себе. Так, там у нас хулиганы. Я, правда, не знаю, где ее искать. Она, когда не нужна, так она летает над башкой. Этот дрон. Ну, в смысле, не она, а он, наверное, дрон. Просто имя, вроде как, женское. Ладно, доложим одну задачу. Здорово. Ты чего? Посмотрел я на вашу Бехему. Более того, теперь я знаю ее слабые места. Рассказывай. Наверняка это было великолепно. У Бехемы есть пара уязвимых мест. Если стрелять в них, можно оглушить дрон на пару секунд. Так что победить его можно, хоть это и непросто. Это согласуется с нашими данными. Мы узнали, что у Бехемы есть уязвимая точка в туреле. Если попасть точно в нее, дрон какое-то время не сможет стрелять ракетами. Спасибо. Жаль, что я не знал об этом раньше, но в будущем мне это тоже пригодится. И тебе спасибо за помощь. Теперь у нас есть информация, которая поможет нам использовать слабости Бехемы. Так о чем мы это не знали? Мы это знали. Еще когда я с первой воевал два дня, я узнал эти места. давайте получим коллекционного предмета. Он мне нужен, правда? Или не нужен? Может, ты что скажешь, братан? Не, ничего. Где этот Израиль искать? Дело в том, что вот эта херня я когда-то нажал, и теперь я не могу снять ее. У меня Израиль вон, блядь, светится. Ну, на карте его вот это, наверное. Так, стоять. Вот же оно. А я то ли внимания не обращал. Наверное, оно. Ну, ладно. Ну, потому что у меня какая-то задача такая есть. Ну, я же говорю, что я не очень внимательный. Не, это другая задача, но она все равно у нас есть. Сейчас глянем, куда там нам далеко ли, близко ли. Ну, можно пробежаться, конечно. А можно пролететься. Я думаю, пролететься будет правильнее, да? Где теперь лагерь наш? Где этот дымок? Просто почему пролететь? Потому что нам в любом случае придется еще куда-то лететь. У нас эта задача из двух частей. Вот тут тут сявки вон какие-то. Сейчас я там мухоморчик видел. Я, кстати, научился предметы создавать. Я вам позже покажу. Ну, долго это все происходило. Да хули нам этот противник? Что вы, блядь, с этими противниками? Только я не пойму, это точно это место? Вижу противника. Да тише, тише, блядь, тише. А шо он взял? Пистолет? Вижу противника. Давайте валим их. Говорить не с кем. Бери того. У меня вот этого, чтобы кто-нибудь. И вот этого. Блядь! Что-то эти преснули. Мои. Да вышел. Ого, ого, ого. Запускаю боевой дрон. Шо, еще кто-то прилетит? Может, эта херня прилетит? Все, мы уже взорвали. А где еще враг? Шо вы, блядь, не можете, сука, с одним справиться? Что за спецназ? Пошли, пособираем. Всякие штуки. А вот документы. Как раз. Карта сразу, карта. Пусть она сразу помечает. И шо у нас инженер работал на испытательном полигоне «Золотая тропа». Ну и хорошо, шо он там работал. Сейчас. Наверное, не он туда. А он бы сейчас был совсем не лишним. Опять шо-то. Ёпта. Опять «Золотая тропа». Опять «Золотая гора» теперь. Нормально. Комплекс находится в удобных холмах на «Золотой горе». Отлично. Мы же знаем, где это место. Правильно? Или не знаем? Так, ладно. Где это место? Один КМФ. Но мы полетим. Потому что могут еще куда послать. Что-то не можешь залезть, да? Можешь. Вот эту в синюю меточку как-то снять. Что-то я не нашел. Снял я ее. Можно было на карте снимать. Ну, я имею в виду синюю вот эту меточку, чтобы она не мешала. Что мы тут имеем? Что это происходит? «Диспетчер». Тут дорога. Давайте немножко сюда. «Диспетчер». Так, а что у нас там? Никого. А, кстати, я многому тоже научился. Я нашел своего дрона, тот, который стрелять должен. «Диспетчер». Может, сейчас и испытаем его. А тут я смотрю, одни дроны, что ли? Так их тут много, блядь. «Я обнаружил нативника». Так, а я вообще людей не вижу? Или я в априори плохо вижу? но они же не отключаются если мы генератор отключаем они не отключаются где люди даже около вертика нету никого только дроны катаются ну ладно а так вот смотрите шо есть и вот у нас тут такая штука мы выбираем то что мы хотим я себя поставил от этих дрон и синхронным выстрелом гранатомет у меня есть каких-то делов вообще ума не приложу откуда вот эти штуки не меняются ну там где замочки но это одно теперь вот плоскогубцы тут типа мультитул нажимаем на него и мы можем создавать от примеру светошумовая граната открываем но у меня нету нихера чего-то там нету но мы собираем ресурсы да я же говорю хоть отдельный или вот эту вот вот это у нас есть какая-то хрень металлические детали а этого нету взрывчатки нету вот для чего нам взрывчатка нужно отдельный ролик надо вообще делать ну типа как менюхой пользоваться я думаю там достаточно времени на него уйдет чтоб это все объяснить главное не забыть я не знаю наверно в тетрадке записать что он про что рассказывать потому что я у меня он 32 серия да я только с 32 серии но можете мне конечно айки у недостаточно ну такое что же да для этой игрушки бегать мы все да теперь шо нам сделать ищите ищите сведения неисправности дрона на испытательном полигоне давайте мы стурели их расхуячь где где у нее это вот это меня видит да вот 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 давай взломать 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 по шурику ты дышь вот так вот сука салабоны блять херово шоя передвинуть нельзя о это же мы сейчас детали там можем взять касса конец на но нормально так отстреливались подъезжайте собирайтесь девки в кучу я вам чуть-чуть запиздрючу там еще чуть-чуть попадаю гандица блять и машину разбили да шо за херь а эти не едут вот едет едет гандица блять и машину разбили да шоя передвинуть еще одна так ладно это конечно все хорошо интересно забавно даже надо же дела решать вот сразу карту бах еще у нас информация о дефектных программах находится в компьютерах на стрелковом полигоне не понял это уже в другом месте да ну да в другом месте но у нас тут еще кое-что есть поэтому вот как мне сейчас гранатомет этот взять вот я хочу его взять использовать джи а так мы тут уже рядышком блять использовать джи давайте хоть в один хуйню блять он не бегает только потихонечку шо он тяжелый такой блять медленно так идет ну отлично против бихима да врешь падла не возьмешь он там еще одно что-то устраивается да интересно ладно а то так будем болтаться тут мы сейчас его с подствольником вот эту херню а я ж так взрывчатку не пособирался бегу-бегу вечно за чудесами где они блять катаются это кто-то людей поубивал свд-шечка очередная заяц вот взяли какую-то херобору волк-заяц волк-заяц ладно блять она такое впечатление что текает от нас как нам на полигон на этот попасть ни дверей ни хера нет через крышу пиздец а ну-ка на стрелковом полигоне блять ну-ка а вот нет а че он не может зайти на стрелковом полигоне блять на стрелковом полигоне блять запускаю боевую блять блять что это светошумовая прям ебло Да это все хорошо, как же нам попасть А вон дверь Так, сейчас я Или тут еще в серединке У нас что-то есть, да? Ого Да, они маневрируют, суки Ослепили меня А что, мы уже расследовали? О, нет Хорошо погуляли Так это они, да, получается Поубивали людей Ну, люди хоть и говнюки были Но все равно Это, получается, восстание машин Терминатор 5 Задание выполнено И чем мне заниматься дальше? Блядь, и дверь открыта, да? Так, так, так Сейчас я почищу оружие Ну, там было написано, что, да? Заходишь в магазин У тебя, типа, оружие очистят У меня тут только лучшее Ага Что мы можем приобрести у нее? Вот это Непонятно, что Восстановление здоровья Ничего мы не будем приобретать Нехер там Нехер Так а где у нас, послушается, дальше? Я потребую шутца Созвать собрание сразу Как только мы получим лекарства А, вот Нам нужно обсудить Как именно мы ответим Всем, кто меня слушает Говорит Харухи Ито Мы изгои Мы боремся Против незаконной оккупации Ауруа Сентинелл нанес массированный удар По одному из наших убежищ Потерь Слишком много Эти доморощенные фашисты Убивают наших друзей Инженеров И ученых Которые бросили непыльную работу Чтобы сражаться с тиранией Сентинелл не остановится Пока не убьет всех Но мы не сложим оружие Что бы ни уготовила нам судьба Мы покажем Сентинелл Что нас не сломить Мы сопротивление Мы собираем все силы Чтобы нанести решительный удар И у нас нет права на ошибку Мы обращаемся Ко всем жителям Ауруа Поодиночке Нас уничтожат Но если мы выступим Единым фронтом Нас не победить Привет, Громила Я очень рада, что ты с нами Стоун и правда серьезно нас потрепал Нужно ударить по Сентинеллу И причем быстро Цели я выбрала Остальное тебе расскажут на месте Принято Кажется, ты решила покончить с ними Ну, одним махом это не сделаешь Угу Изгоем понадобится помощь Ну Ты готов к бою? Семь километров Пометить Все? Что-то-то Четырнадцать километров Но мы теперь помогаем Я так понимаю Изгоям, да? Так, а что там за Какая-то война Это как в Фар Крае, да? Ну я же вызвал вертолет Вы поняли уже, да? Тут изгои вон Бодаются С Сентинеллом Конечно, машина у них Так себе Сейчас глянем, что там Я, кстати, тут же у нас Пленных, да? Пленных изгоев Помочь пленным изгоям Ну, помочь как? Ну, выпустить их? Или мы выполняем сейчас вторую задачу Там вертолет стоит Я же две задачи пометил А не Наверное, мы выполняем Задачу По пленным Давай-давай Сразу садимся Выходим По-тихому гасим Вот так вот Один есть Второй есть Информация лишней Так Не все так просто Господа Я уже Несколько раз Колбашу Первый раз По-глупому Я же не думал Они поняли Заложников убивают И вот Надо их По-тихому Вырезать Там Короче Ну Достаточно Интересная Задача Стоит Я успевал Отпустить Вот этого Вот этого А какого-то Валили Либо этого Либо того Дальнего То есть Бегать Тут Вообще Не вариант Может Даже Ночью Надо Ну не знаю Сейчас Попробую Опыт То уже Есть Вот этот За спиной Ох ты Блядь Я же говорю Что пропустили А мы Получается В середине Самой Ни хера Ладно Посмотрим Сейчас Вот этого Черт Чтоб За спиной Никого Не было Так Уберу Надписи Чтобы Нам Никто Не мешал Филя Тут У нас Все Серьезно А ты Песни Поешь Стоишь Круто Вот там Снайпер Еще Отлично Отлично Теперь Даже Не знаю С каких Начать Но Этого Не так Сложно Того Тоже Не так Сложно А вот Здесь Их Побольше Да Блядь И Надо Их Так Вальнуть Чтобы Было По красоте Нет Нет Никого отлично того наверху надо что-то он напрягся батоны напряг где он в середине вот так не напрягайся один есть ты даже не представляешь как много это для нас значит это молча сиди пока сиди либо возьми ствол так один есть хорошо что есть генератор работающие пушки это круто но без ноутбук и я раз два три сейчас отлично спасибо что выручаешь нас на здоровье пока нормально я не понял а чё они я ж того отпустил мне нельзя здесь умирать просто нельзя проводить пленных в пункт эвакуации их надо освободить и проводить так остался один ладно сидите здесь сейчас папка решает вот этого сука а чё он блять не отмечается и там их четыре человека да у меня остался вот этот которого я вообще не вижу блять метка так ха ха ну мы молодцы шо вам сказать сейчас ящичек заберу потом соберу их до кучи каким-то образом а еще есть противник чтобы он нам не поднасрал а это не то давайте генератор выключим а вот он противник вижу отпускайся скоро ты будешь в безопасности так проводить пленных в пункт назначения вести идем 1 1 пошли тех соберем идет идет хули деваться некуда тут где-то ящичек вперед так и еще один да а потом куда их читая вообще ни сном ни духом а там враг он кстати он с памятью так а где он что-то потерял алло пошли собрал до куча а куда их блять привезти или надо по одному интересно так а вдруг они не умеют плавать все пиздец стали мне здорово зоркий сокол не идут идут топчатся топчатся они задание выполнено я молодец я просто красавчик и шо мне медалька да какая-нибудь медалька а поговорим приветствую но мат как же здорово что ты с нами рад помочь хорошим людям у нас опять несколько ребят попали в плен к сентинеллу а вдруг они не выдержат допросов дайгеры отслеживают перевозки пленников как только получим координаты передадим тебе не волнуйся мы их вытащим шо нормально мне понравилось и тоже этот ну доп задача да а такая ничего так ну по крайней мере как по мне ладно на этом мы закончим девочки и мальчики еще у нас там что-то ждет поговорить с дозорным еще где-то пленные ну отыщем их в следующей серии в этой такой калаш получится вон винтарь сейчас можем обновить ну как обновить прокачать там что-то а винтарь прокачан снайперка прокачана и пестик у меня хер его знает есть смысл пестик ну давайте как раз у нас 15 ну у нас же пестик есть ну а вам пометить пусть будет ну а вам всем спасибо я сейчас покопаюсь в своем оружии может все-таки смогу прокачать до конца или что-нибудь лучше найду лучшего нифига нету кстати я ж наверно могу наверное свой гранатомет прокачать каким-то образом или он не качается пулеметы не хочу сейчас мы эту свд ху с моей сравним винтовкой дальность слабая не хочу а мне нужно аль зато 15 патронов ни хера себе полуавтоматическая винтовка хер его знает но зато моя блять херячит не не хочу я я вот что сделаю я сейчас и вдруг я смогу его прокачать да и гранатомет прокачивается скорость перезарядки вообще прекрасна урон это просто урон 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 это что дальность ха урон урон скорость перезарядки да ни хера себе будет у нас ракетница вообще вообще ну и со шматьем шматья у нас снова они вообще не густо вот этот шо получше нет максимальный боезапас не хочу у меня и так патронов в достатке что-то там по накачал а шо у меня эти полные карманы патронов и мы находим их просто безмерное количество и научились мы ножиками сражаться а надо швентарь поставить снаряжение что-то новое а шо новое ни хера мне список задач это наверное висят те которые мы поотмечали да вот почему вот эти вот все красные а эти не красные ни хера и вот эти еще нет задание выполнено у нас тут война призрака вот сюда я и не попал нет это что-то другое обновление войны призраков пользовательский матч стандартный режим задание ладно всем спасибо ну и пока пока